Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 5 декабря, день Прокопия. Святой Прокопий был церковным чтецом. Жил он в 4 веке, занимался переводом священного писания на сирский язык, а заодно исцелял одержимых недугом беснования, изгоняя бесов. Однажды он читал Слово Божие в церквах христианских и соединил с чтением толкования. Когда о нем услышал правитель Кесарии, то приказал схватить его как христианина. Прокопий арестовали и стали заставлять отречься от Христа. Он отказался сделать это, за что был обезглавлен. В народе этот день называют днем Прокопа. После этого дня устанавливался санный путь и можно было смело выезжать на санях. Продолжались санные торги. На дорогу ставили специальные зимние вехи, которые помогали обозначать путь. Вехи представляли собой специальные колья с паклей, соломой или ветощью, прикрепленными к верхней части. Особенно часто их устанавливали на льду рек, чтобы санки с путниками не провалились в прорубь или полынью. Прокладывать дороги было делом трудным. Чаще всего это делали всем селом. После собирались на общий праздник, где ели, пили, общались между собой. Дети и молодежь в это время катались с горок, а вечером сегодня загадывали загадки и веселились. Мужики сегодня собирались вместе и варили пиво. Хозяйки отправлялись в лес за волшебной травой ефилии. В старинном травнике читаем. Ефилия трава растет в диких лесах и на полях. На ней, что волосы тянутся, та трава дает добро человеку, который горбат или не растет. Дать эту траву с плакуном, пить по десяти в трех месяцах. Она же поможет при ожогах. Растет она только в заснеженном лесу. Приметы. К этому дню ожидали у поля глубокого снега и говорили. Коли снег пал, то след стал. Устанавливался надежный санный путь. Теплая дорога на прокло, значит зима будет снежной и длинной. Если сегодня вода в проруби находится выше уровня льда, в ближайшие дни будет мокрый снег и оттепель. Вы знаете, даже без меда очень хорошо. Очень хорошо. Поэтому я единственное для разжижения добавлю сейчас еще ряженки. И перемелю. Ну, можно, можно чуть-чуть добавить меда. В целом, я даже не пойму. А, почему они сладенькие, я думаю. Да потому что мы добавили сюда сухофрукты. Вот, и, кстати, я сейчас сделаю одну смесь без меда, а другую я сделаю с медом. И попробуем и то, и это. И посмотрим, какая здесь вкусная. Итак, сначала надо просто-напросто это все несколько разжижить. Все. Можно сделать, смотрите, сразу много. Час из, естественно, приготовленного мы выпиваем. Другую часть можем дать членам семьи. И либо же поставить в холодильник для того, чтобы она там стояла. И вечером или в течение дня мы просто-напросто прикладывались. И так. Просто-напросто промешали. У нас получилось вот такое. Теперь я сюда еще добавлю немножечко меда. Ну, сколько меда? Ну, примерно столовую луточку. Да, я добавлю. Так. Смотрите, какой душистый мед. Пахнет? Сразу же выделяется слюна. Кстати, в некоторых случаях, знаете, что сюда можно добавлять? Можно брать, если вы доставите ему минимум, пару труб и таблеток. Проговорительно их можно растворить в водичке. И эту водичку сюда. То есть еще усилит биологические свойства на восстановление и сращивание костей. Все. Хватит. Теперь это мы помещаем вот сюда. Я наливаю. И попробую, что у меня получилось. Поступил такой вопрос. А вот срок хранения этого продукта, который мы приготовили. Так как здесь содержатся ферменты живые и фактор роста, естественно, он будет очень быстро портиться. И самое лучшее, это когда мы сразу будем употреблять после того, как приготовили. Но тем не менее, в течение дня сохранятся практически большинство биологически активных свойств, приготовленных нашего продукта. И он будет великолепно действовать. Поэтому вы можете в холодильник поставить, но в течение дня все это выпить. Итак, я пробую. Это у нас с медом. Это у нас без меда. На мой взгляд, вкусно, приятно и как-то ничем таким не отберет. Теперь пробую с медом. Добавилось несколько такой сладостей. Но это уже дело вкуса, будем говорить. Нравится либо это, либо то. Но, по крайней мере, все это будет действовать великолепно. Итак, мы с вами приготовили, смотрите, продукт, который будет укреплять, вернее, строить то, что было разрушено в результате перелома. И все это восстанавливать. Но, тем не менее, тем не менее, что можно использовать еще? Еще можно и нужно обязательно использовать это, знаете, минимальное движение, какой-то массаж, поглаживание. Причем, если повреждение в оленостопном суставе, если повреждение в олене, то от стопы вверх коленки, чтобы у вас шло, значит, направление крови, направление жидкости к сердцу, не было застоя и отека. Вот, обязательно массаж, обязательно движение. И движение минимальное, но, знаете, как можно чаще. И делайте их, допустим, так, через 30 минут, через там 40 минут. Но обязательно делайте. Сделали 50-100 каких-то там легеньких движений, чтобы активизировать ток крови. И приток с кровью питательных веществ, которые мы сделали. Вот. И отдохнули. Потом опять. Вот. Когда мы будем так поступать, кости у нас будут сращиваться быстро. Причем, из литературы я знаю, что они сращиваются с помощью прорушевого зерна. Причем, очень сложные переломы, открытые раны. Ну, где-то в 2, а то в 4 раза быстрее, нежели если бы они сращивались сами с собой. Что я еще хочу сказать. Можно использовать пищевую гвину. Вот я не зря ее достал. Вот эту вот гвину. Сейчас я вам покажу, какая она. Возьму ложечку. В чем особенности пищевой гвины? Оказывается, хорошая глина, именно пищевая, которая проверена, что она соответствует всем этим качествам. Она содержит и кальций, она содержит и кремний. Она содержит все вещества, которые необходимы для того, чтобы наша костная гвина быстрее срасталась. Девятые лунные сутки. Как правило, после энергетически благоприятных суток следуют сутки с неблагоприятной энергетикой. Это хорошо иллюстрирует прямой. Волна вперед, а потом откат назад. Все это естественно и понятно. Что касается сегодняшней энергетики, то она вызывает в сознании обольщение и заблуждение. Могут сниться кошмарные сны. Чтобы успешно противостоять этому, почитайте «Жития святых» или какие-то другие возвышающие книги. Там очень много информации по преодолению обольщений и заблуждений. Не рекомендуется сегодня рассматривать себя в зеркало, а тем более его разбивать. Питание постарайтесь обойтись без излишеств. Это касается животной пищи и спиртного. Полезно позаниматься силовыми упражнениями, чтобы вытеснить дурные мысли. Десятые лунные сутки Так уж принято считать, что в эти лунные сутки устанавливается причинно-следственная, то есть кармическая связь между миром живущих людей и их предков в ином. В целом этот день весьма благоприятен для укрепления родовых традиций. Поэтому соберитесь с широким семейным кругом, за хорошо накрытым столом и в веселой беседе повспоминайте своих ушедших родственников. Ведь память о них самая лучшая, что вы можете для них сделать. Дети, внуки, видя такое отношение, будут более уважительно относиться к вам и поймут, что такое родовая традиция. Постарайтесь в этот день меньше работать и физически трудиться. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Доброго здоровья и до новых встреч!